Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и сейчас у нас в гостях Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов Крыма. Геннадий Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! Геннадий Павлович, у всех на слуху сейчас проблема с очистными сооружениями в селе Береговом. Насколько эта проблема действительно серьезна? Есть ли уже видение у ваших специалистов, как ее решать? Я бы не сказал, что она прямо у всех на слуху. Наверное, на слуху у тех, кто занимается непосредственно этой проблемой. Это и правоохранительные органы, и жители села Береговое, которые страдают из-за этих очистных сооружений. Но страдают из-за того, что собственники этих очистных сооружений сегодня хотят получать необоснованные прибыли. Я скажу, допустим, если средняя цена в районе сложилась на уровне порядка 36 рублей за кубический метр, то они хотят установить 380 рублей. То есть пользуются своим монопольным положением в отдельно взятом районе и устанавливают необоснованные тарифы. Почему мы занимаемся этой проблемой? Потому что в селе Береговом находится наш учебно-научный центр экологии и природных ресурсов. И, естественно, я как министр, в ведении которого находится это предприятие, занимаюсь непосредственно решением этой проблемы. Эта проблема сегодня действительно на слуху руководства республики, потому что письма направлены руководителям республики, направлены в правоохранительные органы, прокуратуру, в МВД. И сегодня все занимаются решением этой проблемы. Ну, здесь просто, наверное, вопрос в правовом поле, в первую очередь, но, наверное, имеет какой-то общественно-политический подтекст. Потому что собственники вот этих очистных сооружений, это агрофирма Крым, скандально известная, о которой мы знаем, сколько она лет, порядка 10 лет, наверное, в Бочсарайском районе обманывала жителей этого региона, забирала у них земельные участки и через суды различных инстанций решали этот вопрос. К счастью, этот вопрос решен, и я думаю, наступит тот момент, когда и по честным сооружениям тоже будет решен. Ну, здесь целый комплекс вот этих предприятий, которые незаконно, на мой взгляд, отошли к агрофирме Крым. Потому что, насколько я знаю, и документы подтверждают это, эти очистные сооружения в свою очередь строил тот самый учебно-научный центр, он, правда, в другом правовом статусе на тот момент был, потом безвозмездно передал колхозу 22-го портисъезда, которое, в свою очередь, приватизировали или прихватизировали. И собственником этого колхоза, со всеми имеющимися постройками, сооружениями, предприятиями, скажем так, стала владеть агрофирма Крым. То есть, не вложив ни копейки в сооружения, этих очистных сооружений, они сегодня владеют ими, устанавливают вот такие драконовские тарифы, от которых страдают и наш учебно-научный центр, и жители этого села, которые подключены. Ну, справедливости, надо сказать, что очистные сооружения, они работают крайне плохо, они соответствуют тем критериям, стандартам, которые установлены. То есть, сегодня мы их заставляем, во-первых, привести их в порядок, во-вторых, через правоохранительные органы установить справедливые тарифы и оплачивать по этим тарифам ихнюю работу. То есть, проблема комплексная, силами одного министерства вашего ее, конечно же, решить не удастся. Ну, мы будем добиваться положительного решения этого вопроса. Понимаете, когда мы говорим в целом по Крыму, что вот плохо там работают очистные сооружения, это да, но здесь мы столкнулись еще и с таким случаем, когда, ну, явно необоснованный тариф, и они думают, что это им просто сойдет с руки, никто этого не заметит, и все будут платить вот те цены, которые они установят. То есть, этого однозначно не будет, мы восстановим справедливость, и нарушители будут наказаны. В продолжении темы водоснабжения. Не так давно в первом чтении депутаты Госсовета Республики Крым приняли законопроект Республики о регулировании водных отношений в Республике Крым. Что это за документ? Ну, это такой объемный документ, несмотря на то, что он на нескольких страничках всего лишь навсего. Этот документ регламентирует и регулирует водные отношения в Крыму. То есть, устанавливает ответственность субъектов исполнительной власти, то есть, расписаны права и обязанности, допустим, сельских советов, районных администраций, Совета Министров Республики Крым, в той или иной части, кто за что отвечает. Ну, это долго рассказывать, но, в общем, это тот документ, это повторение, скажем так, водного кодекса Российской Федерации на территории Крыма, ну, чтобы более понятно было. Геннадий Павлович, правительство рапортовало о том, что проблема с водой в Крыму вроде как бы уже решена. Вот наши зрители, зрители нашего телеканала из Старого Крыма, например, жалуются на то, что в их населенном пункте проблема по существу осталась прежней. Как это получилось? Ну, Сергей, мне, я думаю, что вы наслышались, когда сказали, что руководство республики отрапортовало, что проблема решена. Проблема не решена. Намечены первоочередные мероприятия по решению вот как раз проблем обеспечения Крыма питьевой водой, хозяйственного бытового обеспечения крымчану водой. То есть она только начинает решаться. То, что вы озвучили, Старый Крым, это действительно локальный такой объект. Наше предприятие Крым Геология там пробурило дополнительную скважину. Она сегодня дает воду. Дебет ее составляет порядка 150-200 кубических метров в сутки. То есть к тем существующим уже скважинам добавилась еще одна. Естественно, это помогло, скажем так, если не полностью решить, то улучшить, скажем так, обеспечение Старого Крыма водой. Может, там вопросы возникают из-за того, что, понятно, засуха, высокие температуры больше пользуются водой, в том числе и используют на полив. Может, надо просто местным властям усилить контроль за потреблением воды, скажем так. Ну и качество воды. Может, надо дополнительные станции до очистки воды устанавливать. То есть это, я думаю, компетенция местных властей. То, что касалось Министерства экологии и природных ресурсов, скважину пробурили и в эксплуатацию сдали. Ну это действительно затронули объемный вопрос. Может, я несколько слов скажу по обеспечению крымчан водой. Мы все время говорим, вот ближайшее время, ближайшее время. Вот ближайшее время как раз наступило. Сегодня уже в Министерстве финансов находятся деньги. Это достаточно большая сумма для Крыма. Вот первая часть от раньше уже пришла. Это миллиард там 285, по-моему, тысяч миллионов, вернее, рублей. Их необходимо осваивать. Сегодня начинаются масштабные такие работы по проектированию строительства трех водозаборов. Это Нежинский, Просторинский, Новогригорьевский. И строительство проектирования водовода до Керчи. Строительство вот этих водозаборов позволит обеспечивать крымчан дополнительно 195 тысячами кубических метров в сутки. И вот это позволит решить проблему обеспечения водой и Керчи, и Феодосии, и Судака, и, естественно, Старого Крыма. Но эти работы, естественно, так быстро не делаются. В этом году пройдут проектные работы. Ну, помимо проектных работ, я должен еще сказать, что мы 24 скважины по всему Крыму дополнительно борем и сдаем их в эксплуатацию. То есть в декабрю месяц они уже будут сданы в эксплуатацию. Строительство этого водовода будет продолжено в 2015, 2016, 2017 году. Мы должны его закончить, потому что там 190 километров, и это, понятно, затянется на достаточно длительное время. Но, тем не менее, процесс финансирования пошел. Поэтому мы можем уже сегодня говорить, что мы начали эти работы. То есть мы не в ближайшее время, мы их уже начали. После референдума специалисты Вашего министерства много говорили о необходимости привлечь внешние инвестиции для решения проблемы с водой здесь, в Крыму. Но вот в условиях жесткой конфронтации западных правительств с Россией, как сейчас эти инвестиции искать? Есть ли уже видение? Ну, Вы знаете, собственно, инвестиции искать не надо. Обеспечение Крыма водой – это федеральная программа. То есть мы вошли в эту федеральную программу, и по этой программе будет выделено 44 миллиарда рублей. Это очень большая сумма, это поможет закрыть все проблемные вопросы в части обеспечения водой, питьевой и хозяйственно-бытовой. Поэтому мы, в общем-то, и не ищем сегодня каких-то инвесторов. Инвесторов, да, мы ищем в части строительства мусороперерабатывающих заводов. Эта тема у нас очень актуальна, и мы только буквально сегодня проводили совещание по этому поводу. Потому что действительно поступает очень много предложений, среди которых необходимо выбрать то, что действительно будет нужно и полезно для Крыма. То есть учесть, мы сегодня поставили вот ряд вопросов, которые нам необходимо в ближайшее время решить. Мы должны разработать схему санитарной очистки, утвердить ее, потому что она должна быть привязана к схеме территориального планирования Крыма, в свою очередь. Мы уже должны знать, где эти заводы будут находиться, потому что возникали до этого, скажем так, случаи, что инвестор, допустим, хотел в одном месте построить завод, а потом выясняется, что через это место будет проходить трасса республиканского значения, которая будет строиться. Поэтому, естественно, этот вопрос отпадает. То есть схема санитарной очистки, технологии должны определить, которая больше для Крыма подходит. И те требования, которые мы озвучили потенциальным инвесторам, готовы ли они их выполнить. И какие они хотят, в свою очередь, гарантии от крымского правительства. Возьмем мы на себя их выполнение или не возьмем. То есть мы сегодня должны им просто озвучить, что вот это мы им гарантируем, дальше их зона ответственности. Устраивает их все, мы начинаем уже непосредственно переходить к практической части реализации этого проекта. На сегодняшний день Сергей Валерьевич Аксенов недавно выступал, он сказал, что есть порядка пяти потенциальных инвесторов, я это могу подтвердить. Мы с ними тесно и плотно работаем и принимаем сегодня решение, может, в некоторой части судьбоносное для Крыма. Чтобы не ошибиться, необходимо, естественно, прождать некоторое время и принять единственное правильное решение. То есть отбой, судя по всему, от желающих инвестировать в эти проекты нет? Ну, я бы не сказал, что прямо очередь стоит, но тем не менее есть желающие инвестировать. Но, правда, тут надо разделить инвестора и то предприятие, которое хочет просто кредит получить и осваивать на территории Крыма. То есть мы им сразу разделяем эти, как бы, их пожелания. Вы хотите инвестировать? Тогда да. Если вы хотите просто привлечь кредит и получить гарантию правительства, что правительство вам вернет этот кредит, то тогда, извините, нет. В продолжении темы мусора правительство Российской Федерации утвердило правило проведения паспортизации отходов. Что это за документы, что он даст крымчанам? Какие выгоды мы можем извлечь из этого решения? Ну, я бы не ставил бы на такой вопрос, что это даст что-то крымчанам. Это ничего крымчанам не даст, но это даст возможность министерству систематизировать, скажем так, отношения в области размещения, переработки отходов. То есть мы должны внести их в паспорт. То есть на каждый объект должен разработан быть паспорт, где будут учтены объемы, условия размещения, условия подвоза. То есть вся-вся-вся вот эта предыстория вопроса будет описана. То есть на каждую и законный полигон, и на незаконную свалку мы будем иметь информацию. Понятно, они не будут иметь паспорта, но это даст возможность нам еще раз изучить, скажем так, более тесно под лупой Крым и определить новые месторождения этих свалок, которые образовались за это время на территории Крыма. Вот если мы все время озвучивали цифру 269, то после недавнего мониторинга мы обнаружили, что их число возросло уже до 311. То есть представляете, на Крым 311 свалок. Вот это очень, скажем так, большое количество, с этим явлением необходимо бороться. И федеральная целевая программа, которая принята, дает нам возможность проблему решать уже с финансовым привлечением ресурса. 3 миллиарда рублей на эти цели выделено, и со следующего, 15-го года, я думаю, мы будем бороться вот с этим позорным явлением для Крыма и избавляться от этих свалок. В таком случае, Геннадий Павлович, удачи в работе, и спасибо за то, что нашли возможность приехать в студию и ответить на нашу вопрос. Спасибо, мы уже закончили. Но мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова